На Магнитогорском телевидении есть вот эта физиномия. Не всегда бритая, не лысая, не самая умная, но она очень злая. Потому что в городе Магнитогорске, в центральной его части, очень много бизнесменов, которые через губу разговаривают с телевизорами. Опасно это дело, особенно в моем лице. Потому что вот я нашел, к примеру, павильон «Сфера света» на рынке автомобилистов. И вот здесь, и сегодня, и сейчас мы сделаем небольшой абзац всем тем, кто продает светильники и наворачивает на них 3-4 номинала. Это делать абсолютно неправильно. И если есть возможность, приехать сюда. Тем более, смотрите, какой ажиотаж. Мы даже не можем ничего снять. Тут машины ездят, а на улице-то минус 22. Хороша реклама та, в которой говорит не купленный журналист, а независимые жители. Да, это рекламный сюжет. А почему нет? Сюжет про то, что здесь, в торговых рядах на автомобилистов, в сфере света, есть то, что в городских торговых центрах стоит в несколько раз дороже. Есть у вас вот желание переплачивать? Допустим, заходим в бутиках, много по городу, да? Там вот евроремонт сделан, светильники висят, которые там по 15-20 тысяч. Есть такое желание кормить кого-то? Да нет, конечно. Не проще вот сюда на автомобилистов приехать и купить себе там красивую торшерку, которая в три раза дешевле стоит? Поэтому мы сюда и приезжаем все время, чтобы взять что-то подешевле. То есть это реальная экономия получается, да? Конечно, реальная. А качество товара вот здесь вас устраивает? Конечно, устраивает. Тут вообще многообразие такой, выбор большой. Нравится. Магазин очень хороший. Еще что порадовало, так это ассортимент. Он здесь не менее достойный, чем в любом дорогом торговом центре. Да потому что этим бизнесом занимается пусть и не коренной магнитогорец, но человек от торговли, а не бывший работник комбината, либо бюджетный воришка, отмывающий собственные деньги. Самое забавное, что магнитогорцев разводят как лошариков, впаривая то, что реально стоит в разы дешевле. Да вы просто приедете сюда и сравните. Мы договорились. Мы будем дружить с Китаем. Потому что Китай нас прокормит. Нам надо просто таможенную политику немножко поменять. И вы знаете, я в свое время хотел свалить в Соединенные Штаты Америки. Просто только посмотрел канал Discovery и там узнал, что старость в Америке это не самое дешевое удовольствие, ну и смерть в том числе. Я подумал, а почему вы не Китай? Да, здесь хороший китайский товар. При этом кто вам сказал, что дистанционно может свет не включаться? Пожалуйста. Опа. О, клево. Вот еще одна люстра. Да, нам на Китай молиться надо, что он делает такой качественный товар. Реально качественный. Он здесь в сфере света представлен. Тут просто огромный выбор светильников. И если честно, вопрос выбора это ну не менее получаса. Потому что много и дешево. Я так смотрю, вы уже тут минут 10 ходите. Все выбираете. Да это еще мало. Я тогда тут больше ходила выбирала. То есть вы не первый раз сюда приходите? Нет, не первый раз. Здесь большой выбор. Очень лампы. Красивые люстры. Все. Не знаешь даже, какую выбрать. А цены? Цены? Ну, здесь, естественно, дешевые цены, чем в городе. То есть есть смысл, да, полчаса потратить в дороге? Конечно. Конечно, есть смысл. Ну и куда ехать, собственно говоря? Да туда же, где программа «Дом, милый дом» подсется уже полгода. Торговые ряды на автомобилистов. Это на выезде из города в сторону Соленого. В принципе, проехать мимо не удастся. Здесь народу всегда хватает. Ну а заехав сюда, на этот рынок, мимо сферы света, пройти не удастся. Вот, правда, ради, заметьте, минус 22,5, очень холодно. Но вы видели количество людей. Они приехали сюда, они не сидят дома, не бухают. Потому что смысла бухать нет. Смысл тарится. Здесь на автомобилистах есть. Да, все, что продается в России, практически все сделано в Китае. Это нормальное явление. Я в Америке был в 97-м, там все в Китае было сделано. И вы знаете, наверное, 97-й год Китай и 2011-й – это две разные вещи. Теперь уже 2012-й. Тем более, надо понимать, что есть павильон, который заказывает себе все на фару. Поэтому «Сфера света» и «Made in China». Понятно, да? Вот и о чем. Теперь я передаю привет своему брату в Екатеринбурге. Потому что нас смотрят и в большом количестве по интернету. Мой телевизионный канал там есть. Называется «Alex Автостоп». Ну или «Члейкин». Вбивайте сразу, найдете все. Так вот, братишка, переплатил ты за свою люстру? Ты ее купил за 45 тысяч рублей? Можно было ее здесь, в Магнитогорске, на автомобилистах в сфере света купить за 5 500.